Могилёвская область присоединилась к праздничному марафону дожинок. Районный центр Климовичи стал одной большой концертной площадкой, где развернулось чествование хлеборобов. Всех, кто работал на общий результат. В 2024 году вклад региона в общий каравай свыше миллиона тонн зерна. Примите самое искреннее поздравление с нашим праздником, с наступающим праздником наших тружеников, тружеников села, самых стойких, патриотичных, мудрых. Вот это всё вы. Вы – оплот наш. Это вы не допустили уничтожения и развала нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых свершений. И в каждый дом, в каждую семью – любовь, взаимопонимание и достаток, который зависит только от нас. Кульминацией праздника становится чествование отличников аграрного сезона. Из рук главы государства и председателя Могилёвского обл. исполкома комбайнеры, агрономы, водители и другие ударники труда получают почётное подтверждение их работы. Среди всех и выходцы Приберезинского края – работники СПК «Гигант», УАО «Михалёвская Нива», «Невский Агро» и «Агрокомбинат Бобруйский». Люди работают, стараются на полях, чтобы встретить гостей с хорошим результатом, с хорошим урожаем. И Дожинки, он объединяет людей, он даёт возможность показать то, что есть в каждом регионе. Вы смотрите, сколько подворьевых. И каждый по-своему уникальный. Каждый старается показать то, что у них есть. Некую свою самобытность, своё отношение к труду, свою духовность. Вот, наверное, этим и прекрасен праздник Дожинки, который возродился благодаря нашему президенту. После торжественного мероприятия делегация почётных гостей знакомится с подворьями предприятий Могилёвской области. Песни, танцы, юмористические сценки и интерактивы встречают зрителей от места к месту. Безусловно, у нас это одна из больших таких культур Дожинок, внутри Дожинок, скажем так, это подготовка наших подворьей. И каждый район, вот фактически заканчивается праздник, и они уже начинают готовиться к следующему году, чтобы показать именно какие-то свои изюминки районные. И, казалось бы, сложно уже к шестым Дожинкам чем-то удивить гостей праздника, но у них получается. Не остаются в стороне представители города на Березине. Бобруйское подворье по праву можно назвать одним из самых посещаемых. Мы сегодня привезли изделие слоёное, бобруйская потеха, которая вот буквально пару дней назад на республиканском смотре качества хлебоболочных и кондитерских изделий завоевала гран-при. Не только смотреть. Бобруйский мясокомбинат, завод растительных масел, комбинат хлебопродуктов, красный пищевик и филиал кондитерской фабрики «Домочай» предлагают продегустировать свои лучшие изделия. Вкусовой интерес гостей разыгрывается не на шутку. Впечатления просто прекрасные. Я очень поражена. Такая продукция, всё вкусное, интересное. Что очень нравится, что у нас в стране такое вообще производят. Мы попробовали мармелад. Он очень вкусный. Бобруйский, это вообще просто замечательный. Мармелад – всё самое вкусное. Проведение дожинок в Климовичах – финал областных фестивалей ярмарок в этом году. И хотя уборочная кампания позади, уже сегодня аграрии готовятся к следующему сезону. Василиса Караханова, Роман Костюков, Дмитрий Шевцов. Бобруйск-360.